Это телеканал Ноябрьск 24. Здравствуйте! И сейчас о главных событиях понедельника. Без крыш над головой и без средств к существованию. Житель Ноябрьска почти год не получает заработную плату. Службам спасения понадобилась помощь. В снегу застряли две скорые и две пожарные машины. И риск остаться без электричества. Гаражный кооператив «Ханто-2» получил извещение о миллионном долге. Год без заработной платы. В редакцию нашего телеканала обратился житель Ноябрьска Валерий Дегтев. Мужчина встретился с журналистами после того, как супруга остался без крыши над головой. Три недели назад в поселке Сусем у них сгорел дом. После ЧП руководство компании «Трестстройэнерго», где работает мужчина, выплатило ему 50 тысяч рублей. Вот только общая сумма задолженности перед этим сотрудником превышает 300 тысяч. По словам Валерия, он устроился на работу в декабре 2017 года. Трудился по договору подряда на должности бульдозериста. Ему обещали, что ежемесячная зарплата составит 80-90 тысяч рублей. Проблемы, в принципе, начались они практически, можно сказать, и сразу. И в начале января немножко нам выплатили, там 15 тысяч, и еще, как бы, я вот сейчас точно сказать не могу. И вот эти задержки, как бы, пошли с самого начала года. Мотивировалась тем, что заказчик не оплачивает работу, сделана, как бы, а оплата за работу, ну, заказчик не отдает. Недавно Валерию пришло письмо от Федеральной службы судебных приставов. Из него он узнал, что в отношении должника введено исполнительное производство. Журналистами нашего телеканала, руководство Трестстроэнерго, на связь так и не вышло. Известно, что предприятие задолжало деньги 115 работникам, общая сумма 22 миллиона рублей. Это за 7 месяцев работы. После вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мертвой точки. Коллективу выплачено 14 миллионов рублей. Полное погашение долгов остается на контроле надзорного ведомства. Две скорые и два пожарных автомобиля увязли в снегу в жилом дворе Ноябрьска. Видео, снятое очевидцами, на месте событий опубликовано в социальных сетях. Инцидент произошел в жилых дворах в районе улиц Школьной и проспекта Мира. Сначала застреляла третья бригада в снегу. За ней приехала шестая бригада. Застряла плотно в снегу. За нами приехала пожарка. Застряла плотненько в снегу за пожаркой. Приехала пожарка. Ощущение, что она тоже застряла в снегу. По словам очевидцев, в снежной западне машины провели как минимум два часа. В городской станции скорой помощи сообщили, что первая бригада, которая увязла во дворе, была без пациента. Врачи уже возвращались с вызова. Управляющие компании «Ноябрьска» в свою очередь жалуются на перебой в работе городского снежного полигона. По их словам, прием снега порой ведется слишком медленно. На въезде скапливается очередь из машин. А на самом полигоне грузовики буксуют. В том числе из-за этого коммунальщикам приходится складировать снег во дворах жилых домов, вызывая недовольство собственников. Решить вопрос с работой полигона руководство «Ноябрьск» спецавтотранса обещает в течение ближайших дней. Из-за больших объемов снега уплотнительная техника не успевает справляться с нагрузкой. Сейчас на полигон привлекли дополнительные погрузчики и бульдозеры. «Да, действительно, сейчас есть определенные трудности, связанные они с тем, что снега завезли за первые два месяца 2019 года 41 тысячу кубов. За весь прошлый год завезли в районе 60 тысяч кубов. То есть налицо очень серьезное увеличение нагрузки». В городской администрации, между тем, напомнили, что вывозить снег коммунальщики могут и на другой полигон, принадлежащий региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов, компании «Инновационные технологии». У них тоже есть все необходимые документы, и они имеют право складировать снежные массы. Правда, этот полигон находится гораздо дальше от города, чем полигон «Нсата». Больше миллиона рублей нужно заплатить гаражному кооперативу «Ноябрьска». По крайней мере, такое письмо пришло руководству «Ханто-2». А позже и уведомления. Если не заплатят, свет отключат уже 14 марта. Гаражники тратятся, не собираются. Почему? Узнали наши корреспонденты. У нас отключат 14 марта 2019 года. Получается, вот это все? Да, это все останется без электричества. В середине месяца без электричества рискуют остаться 1200 гаражек оператива «Ханто-2». Исполняющие обязанности председателя разводят руками. Задолженности не было. А вот за январь этого года, если верить в квитанции от энергосбытовой компании «Восток», 708 тысяч и почти 500 тысяч авансовой платежки за февраль. В общей сложности заплатить нужно миллион двести. Когда цифру увидел председатель организации, слег с инфарктом. Пытался найти справедливость. Не получилось. Написали им три письма. От них ответа нет. Единственное, мы получили от них уведомление о том, что если мы не заплатим им этих денег, они нас отключат от электроэнергии. Также мы написали заявление в прокуратуру. В заявление вписали и нынешние показатели счетчиков. Те оказались в разы меньше цифр в квитанции. По подсчетам выходит 260 тысяч. Никак не в три раза больше. Собирать деньги с владельцев гаражей тут и не думают. Параллельно разослали сообщение с собственником. 14 марта компания «Восток» прекратит подачу электроэнергии за неуплату. У нас все проплачено. Долгов не имеем. Надо выяснить, во-первых, почему-то что-то больно много, по-моему, что это дело такое, что платили всегда. Было там по 400, по 300. Тут что-то много вроде как. Письмо с нерадостным текстом пришло и Олегу Зайцеву. В гаражном кооперативе он уже лет 10. Говорит, даже если отключат свет, когда-нибудь все равно дадут. Но, конечно, не без последствий. Многие живут гаражами. У многих, кроме того, в гаражах хранятся вещи, которые не подлежат заморозке. Как-то холодильники у кого-то есть, у кого-то овощи хранятся в гаражах. И отопление в гаражах обязательно. Между тем, в компании «Восток» рассказали, что письма от гаражного кооператива получили. Показатели счетчиков проверят еще раз. И главное, пока не пройдет проверка, электричество в Ханто-2 отключать не будут. Юлия Левачева, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. Огромную сумму долга за электричество получила и одно из городских товариществ собственников жилья. Еще в январе председатель ТСЖ «Советская-82» обнаружила на сайте арбитражного суда иск от энергосбытовой компании «Восток» на 57 тысяч рублей. Сумму эту коммунальной организации начислили за потребленное и якобы не оплаченное электричество в октябре 2018 года. Откуда сумма председатель Елена Брес не понимает. Каждый месяц товарищество исправно подает показания и общедомового счетчика, и индивидуальных. И в соответствии с цифрами приборов учета никаких долгов у ТСЖ нет. Елена Брес обратилась в ЕРИЦ. Там выяснилось, что данные о показаниях счетчиков в доме по улице Советской внесены некорректно сразу за несколько месяцев. Тогда же, в январе, председатель написал заявление с просьбой о пояснении начислений и перерасчете. До сих пор не получила никакого ответа. Зато в начале марта получилось судебное решение, по которому ТСЖ должно выплатить более 60 тысяч рублей. С начислениями такими в ТСЖ не согласны. Собираются подавать апелляционную жалобу в суд, а также готовят заявление в прокуратуру. Что это за расчет? Откуда эти киловатты взялись? Вы вообще какие показания приборов учета учитывали? Почему у вас некорректно заносятся приборы учетов, которые сдаются вовремя? Скриншоты о том, что мы их сдавали, передавали, и переписка с предыдущим девушкой-оператором, которая приносилась это все от руки прописанное, они есть. И 24 октября, за октябрь месяц, все показания были предоставлены. Зимняя универсиада 2019, которая проходит в Красноярске, собрала тысячи спортсменов из 58 стран. Участники разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Большая часть медали уже нашла своих обладателей. Торжественное закрытие универсиады состоится 12 марта. Огромная роль в организации спортивного праздника принадлежит волонтерам. Всего их 5 тысяч, при том, что изначально желающих было около 40 тысяч. Прошел серьезный отбор и стал частью волонтерской команды. Житель ноябрьской Равшан Ибрагимов – это не первая его добровольческая работа. Волонтером он был и на Олимпийских играх в Сочи, и на чемпионате мира по футболу. Если на предыдущих событиях Равшан работал в большей степени с прессой, то в этот раз помогает сделать комфортным пребывание на универсиаде хоккейной команде Казахстана. Мне нравится с ними работать. Это абсолютно все, что связано с организацией, их тренировок, игр, транспорта. Ну вот по любым вопросам есть Равшан, к которому они обращаются. И я с ними постоянно на связи 24 на 7. Моя стресса устойчивость прокачивается с каждым часом. А это пригождается в работе. Все-таки люди разные бывают. Некоторые ходят к своей фразу, и поэтому это в любом случае пригодится. В ноябрьске открыт прием заявок в летний лагерь дневного пребывания «Горлица». Он будет работать на базе Центра духовно-нравственного воспитания. Лагерь рассчитан на детей от 7 до 14 лет. Запись ведется на две смены. Первая в июле, вторая в августе. Каждая длительностью 29 дней. В лагере дети будут находиться по будням с 8.30 до 16.30. Трехразовое питание, разнообразная культурно-досуговая программа, спортивные игры в лесной зоне Центра, катание на катамаранах, коньках, походы, экскурсии, занятия в веревочном парке. Программа предполагается насыщенная. Пребывание в лагере платное. Телефон для записи 33-54-84. Православная молодежь Ямала в эти выходные собралась в ноябрьске. 80 верующих из разных муниципалитетов округа. В городе прошел седьмой епархиальный съезд. Для участников провели литургии, семинары, беседы со священнослужителями, а также игры на командообразование и спортивные встречи. Но главным событием стал весенний бал. Подготовка к нему велась несколько недель. Сейчас организации, объединяющие православную молодежь, созданы в каждом регионе. На Ямале это движение называется «Блада». И в ноябрьске к нему уже присоединились несколько десятков человек. В храме Архангела и Бихаила для них проходят тематические занятия. В ноябрьске с размахом отметили Масленицу. Праздничные площадки развернулись в это воскресенье в поселке Железнодорожников и в микрорайоне Вангапуровский. Самые массовые гуляния прошли в детском парке. Забава на любой вкус и возраст, театрализованные выступления и концерт местных коллективов. Всего работало 10 тематических площадок. Частью праздника стали сотни горожан, а завершились проводы зимы с сожжением чучу. А уже на следующий день после прощания с зимой у православных начался Великий пост. Он продлится с 11 марта по 27 апреля. Это самый строгий и продолжительный среди всех православных постов. Но ограничения в еде не главное. Священники говорят, что эти дни – время особенное, когда можно обрести веру и побороть пороки. Что можно и чего нельзя делать верующим в Великий пост? Какие богослужения проходят в храмах и церквях? А также нужно ли соблюдать пост детям? Расскажет в нашей студии священник храма Архангела Михаила про Таирей Стефан Стасек. Интервью с его участием смотрите во вторник на телеканале «Ноябрь 24». Эфир телеканала продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». А вот новости Ямала и Арктического региона смотрите на телеканале «Арктика-24» в Ростелекоме на 24-й кнопке.